Внимание, данное видео создано ради проверки экспериментов в качестве ознакомления как документальное кино, и ни в коем случае повторяйте на меня с тобой. Всем привет, с вами Тимон, и после видео с глыбой льда и лавой, где мы показали потрясающий эффект от глыбы и научный типа эксперимент, кстати, до сих пор дебаты в комментариях разнятся. Почему же так произошло? Кто-то говорит, что это из-за разницы температур, а обычно люди пишут это всё из-за дыр, что мы просверлили в глыбе. А вот некоторые даже выдвинули теорию распада воды на водород и последующей реакции водорода с лавой. Короче, многие просили вылить лаву на снеговика и посмотреть, будет ли он так же активно реагировать как глыба. Но учитывая, что ещё недавно спал ажиотаж за конкурс 100к за снеговика, в котором мы не успели поучаствовать из-за потепления. Весь снег у нас растаял, максимум, что мы успели, это слепить мини снеговика и запихнуть его в вакуум. Ну, хоть что-то, это тоже было, кстати, интересно. В этот раз я и Серёга решили лепить снеговика по-крупному. У нас как раз выпал снег, и буквально за пару часов его слой достигал 10 сантиметров. Мы быстро побежали лепить снеговика на заброшку. Пока разогревалась наша печь, и мы начали плавить медь, похожую на лаву, Серёга уже накатал два неплохие такие шара для снеговика. Мы позже ещё их утрамбуем, чтобы было всё красиво. Да, снег это круто. У нас уже скоро, кстати, весна, и, возможно, это последний снег в этом году. Кстати, у кого тоже растал снег, напишите в комментариях, немного жалко его. Ну и, в принципе, радуешься уже наконец-то весне. Хочется быстрее тепла и зелёной травы. Короче, все вы знаете, что лаву я делаю из меди, которая довольно-таки дорогая. Я решил позаработать в приложении AdWordApp, где платят реальные деньги. Вам всего лишь нужно его скачать на мобильный телефон и выполнять различные задания, которые там есть. К примеру, пройти опрос или скачать приложение к себе, а потом его можно и удалить. А деньги потом можно вывести на различные кошельки без комиссии и доната. Если упорно выполнять задания, можно и неплохо заработать. Также подпишитесь ещё на телеграм-бота данного приложения и заработайте ещё больше. Думаю, мне этого хватит. Ссылочки оставлю в описании. Ну а мы продолжаем. Медь неплохо раскалилась до жидкого состояния, и теперь оно реально похоже на лаву. Думаю, снеговик сейчас превратится в пар или прореагирует как глыба. Да, для этого нужно подготовиться, так как безопасность прежде всего. У нас есть специальная каска защиты лица, ещё есть перчатки пожарника и кузнечный фартукс из толстой кожи. Но выливать мы будем с расстояния, так как у нас есть длинная кочерга, и прятаться можно за специальной защитой. Так, снеговик уже почти готовый, я рад, что нам хватило снега на него. Так, прилепим ему глазки. Ну и какой же снеговик без носа морковки? Вау. Вроде неплохо получилось. Похоже. Короче, ладно, хватит дурачиться, давайте уже начинать. Я готов вылить лаву, а она неплохо раскалилась. Как вы считаете, снеговик превратится в пар, как жидкий азот? Или просто растает? Или он может среагировать как глыба? Ставьте видео на паузу и пишите свои предположения. Интересно узнать, кто угадает, не подлядывая, так интереснее. Ух, я готов, и теперь настанет момент инстины. Начинаем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что снеговик не растает, а начнет испаряться из-за большой температуры лавы. Ладно. Если хотите еще видео с раскаленной лавой, с вас 50 тысяч лайков, я вылью раскаленную лаву в кокос. Проверим его на прочность, натрия-то он выдержал, кстати. Если вам нравятся мои ролики, с вас подписка и нажми на колокольчик, чтобы быть первыми. А на этом все, ребята, всем удачи и пока-пока.